Привет, ассалам алейкум, Милан. Пролетели, правда, пролетели в Бергамо сначала, потом взяли автобус. Не помню, за сколько. Здесь вот где-то выйдет цена. В Милане мы всего один день, точнее, полдня. Мы сейчас только вышли, время 4. И прогуляемся до главного собора. Главная площадь, площадь Дуома. И все. Потом завтра уже в Венецию. Поэтому этот выпуск будет и в Милан, и в Венеции. И полезные советы для путешественников, особенно для тех, кто путешествует из Узбекистана. Можете экономить на еде, если будете есть вот такие вот кебабы. Они стоят дешево, если сравнивать с пиццей, в каком-нибудь ресторане с пастой. Ну, конечно, каждый день такое есть не советую, но если вы очень голодны, то смотрите, вот такая цена. Ну, что поели, это гораздо сытнее, чем Макдональдс, а по цене гораздо сытнее. Вот. Теперь надо ходить пешком, потому что сжигать нужно калории свои. Он поправился. Да, она тоже. О, Spark. Всегда такая реакция, когда за рубежом видишь наши автомобили. Это Lexus CT200H. Он стоит 19 тысяч евро. И гибридный. А это Ford Focus. Год мне не сказали, но я подозреваю, что он 16-15 года. И он стоит 12,5 тысяч. Это 7 тысяч стоит. А это 10 тысяч. Они новые. Не из Италии, это из Швейцарии. На десерт можно купить вот такие вот фрукты. В ближайшем супермаркете. В нашем случае это Ашан. Самый лучший способ добраться до центра, это... Как вы поняли, это метро. Стоит 1,5 евро. Из метро выходишь, сразу собор Милана. Самый знаменитый. Если ты это посмотрел, уже нечего смотреть. Ну, там есть, конечно, разные базилики, соборы. Но самое главное это. Немного не успели на террасу. Постараемся завтра прийти. Сегодня не получилось. Субтитры сделал DimaTorzok. Следующий совет. Планируйте свое путешествие заранее. А то вы можете купить билет, и он прогорит, потому что вы не успеете попасть на памятник, который работает в определенные часы. Вот так мы сегодня потеряли 20 евро. Тут на площади стоят афроамериканцы. У них в карманах крупа разная. И когда ты просто подходишь, тебе руку дают и подсыпают тебе крупу. И потом у тебя получаются красивые фотки, ну, типа этого. И в конце они просто деньги. У меня сейчас он попросил 5 евро. Я ему сказал, у меня 1 евро осталось, так что бери 1 евро. Но это тоже много. За 1 евро можно было бы в супермаркете купить рис и самому кормить. Лоханулись, короче. Но в любом случае, тут хорошо, красиво. Это вот миланский гум. Mercato il Milano. Самые дорогие магазины, самые дорогие бутики именно здесь. Versace, Prada, Louis Vuitton. Скачайте себе офлайн карты. Когда у вас интернета нет, они вам помогут. И даже у Google есть офлайн версия. Зубчики. Узнаете кремлевские? Сейчас не так заметно, потому что над ними крыша. Но на самом деле это прям копия. Вот сейчас Махля читает. Я, как всегда, не подготовился. Не покупайте воду. Берите с собой бутылку и наполняйте ее в городе. Так будет гораздо дешевле. Пешествуйте на автобусах. Они дешевые. Там есть Wi-Fi. И там есть кондер. Это самое важное. Едем по мосту, который соединяет Венецию с Италией. Длинный мозг. Покупайте чемоданы с колесиками. Иначе будет тяжело. Вот такой вот вид из балкончика. В Венеции вам не нужны карты, чтобы добраться до уголовной площади. Тут есть указатели. Просто следуй указателям и доберешься. Судя по всему, здесь продают рыбу днем. И сейчас запах прям стоит. Но хлеб так не нравится, говорит. Ну, кому нравится вообще запах рыбы? Красота. Очень необычный город. В Венеции всегда много людей. Но летом больше всего, кажется. Такое тут такси по воде. Цена в Венеции в три раза дороже, чем в Милане. Хотя Милан сам по себе дорогой город. Примерно так выглядит дворик в Венеции. Очень красиво, уютно. Чем-то напоминает наши дворики, да? В Бухаре. Такие старинные дворики. Здесь тоже вот. А это вот? Дирин-дирин. Дирин-дирин, звонок. А снаружи это выглядит... Дирин-дирин. Дирин-дирин. ktion. Дирин-дирин. Дирин-дирин. Субтитры создавал DimaTorzok Из-за сырости все стены на вид в очень плохом состоянии, но именно это и делает Винницу такой красивой, настоящей, не искусственной, потому что во многих городах видно, что свежая все, краска там, особенно у нас любят алюкопонт использовать, кирпичи новые, а здесь все как есть, вот смотрите какой вид. Здесь нельзя на стамейке, плавать нельзя, мусорить нельзя, велосипед нельзя, кормить голубей нельзя, загорать нельзя. Не нарушайте местный закон, это грозит большим страхом. Субтитры создавал DimaTorzok Совет номер 9. Даже если нигде нет урны, носите свой мусор с собой. Когда урну найдете, тогда и выпросите. Смотрите, какая улочка узкая. Двое тут не поместится, точно. Мне интересно, как они вот здесь кладку делали. Потому что здесь нереально там что-то делают. Каждый кадр, вот куда ни посмотри, как будто это картина, нарисованная маслом. Очень красиво. Вот реально, куда ни посмотри. Вот это, 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 это. Даже в Венеции нашли способ сделать парк с деревьями, с тенечком. Ааа, хорошо. В Венеции можно добраться разными путями. Самое распространенное, это поезд. Или же, если вы из другого города идите, это автобус. Например, Flixbus, как мы и сделали. Мы из Милана прямиком в Венецию. Добрались где-то за три часа. Еще можно приехать в Местре. Это город рядом с Венецией. И оттуда уже автобус взять. Ну, то есть, такие вот варианты. Можно, конечно, на самолете, но оттуда опять-таки надо будет забираться. Потому что Венеция, это остров. В Венеции есть Burger King, есть McDonald's. Но больших рекламных вывесок вы не встретите. Лучше всего по карте идти, если вы туда хотите, конечно. Но самый лучший способ, конечно, это пицца, паста, фрукты какие-нибудь. Бургеры в Венеции есть не очень. Большие рекламные вывески брендов тут не висят, потому что они портят вид. Видите, цены? 500 тысяч, 300 тысяч, миллион. И теперь запишут, что в Венеции от 400 до 800 мостов. Нет. Где-то пишется, что 800, где-то пишется, что более 400, но где точного числа нет. Да, количество мостов непонятно сколько, но их очень много. На каждой улице. Я не считал, это считать не буду. Пожалуйста, пройдем направо. Красивая площадь, как вы видите? Махлё, сегодня мой гид. Как видите, впереди нас красивая улочка с мостом. Вы можете сфотографироваться и снять на видео. Дела, понимаете, я деловый человек. Вы не заглядывайте в чужой телефон. Насколько деловая колбаса. Забыла, что я ее муж со мной так разговаривает. Так, мы подружились, Метин из Азербайджана и девушка из Франции, да, наверное? И вот, я уговорил Махлё, чтобы мы наконец-то покатались на гондоль, потому что на самом деле это дорого. 80 евро. А если вы подружитесь с кем-нибудь, то выйдет по 20 евро на человека. Так что, приехать в Венецию и покататься на гондоле это надо. Я столько раз был и не катался. Сколько раз ты был? Один раз был? Я три раза был. В Венеции? У нас гондола такая позолоченная. Тут какие-то эти... Дорого-богато. Да, такая вот крутая. Малибу, короче. Гондола это такой вид транспорта, название у которого не совсем удачное, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь мы... Пересели все. Пересели. Ну вот, единственное, надо будет вам меняться, когда вы будете за групповой брать поездку. Просто мечта. Проехали до Марка Поло. Великий путешественник. Проплыли. Проплыли, да, извиняюсь. Непривычно говорить про пулу. Г advancements. Да, извините! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вообще ужас, движение капец. Этому мосту 400 лет. Нам обещали полчаса, а прошло 22 минут. Если мы в 8 минут будем припарковывать, то окей, ладно. Но все равно это того стоит, проплыть под мостами, посмотреть на Венецию с другого ракурса. С другого ракурса это устой. Субтитры делал DimaTorzok 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 Кто давно следит за моим блогом? У меня был лабрадор, звали его Uno Но я не смог задержать его в квартире Плюс к этому я уехал на учебу Я оставил его с мамой, получается Ей было трудно, мне пришлось его отдать другим Мне до сих пор обидно за это, стыдно перед ним Да, когда я видел лабрадоров, я вспоминаю своего лабрадора Ну вот, ладно, в общем не будем, а грустно, пойдемте гулять ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы в Риме Город, где я жил И прямо перед нами стоит парк Это как символ, что скоро мы домой Погода уже хорошая, ветер дует Что хочешь? Оуф Где ты мне детского показываешь? Я уже снимал видео про Риме Рассказывал вам, показывал вам Ссылка будет здесь Сниму, как он изменился, если он изменился Пока мы толком не гуляли еще Много-много Вкусно? Заказали посту одну, но ее очень много, смотрите Идем в дом, где я раньше жил Махлю эта идея не нравится, но мне это интересно Посмотреть, что там, как выглядит Вот этот дом Вот тут я прощался И говорил всем Курушкун чахаешь Вот дедушку Вот он заходит Это хозяин дома Узнал меня Очень был рад С моим плохим итальянским Как-то более-менее связались Вот тут я жил Вот Вот это кухня А это комната, где я жил 10 месяцев У меня была отдельная дверь Вот Вот это Дом миллионера Ну, вот так Вот, смотрите, имя написано Тот самый переход Где Надпись на русском На английском После того, как вы попробуете Мороженое в Италии Особенно мороженое Ла Романа То вообще не сможешь все мороженое есть в Узбекистане Вообще не сравнится Я махлю рассказывал, 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 рассказывал Наконец-то вот Угостил ее Это фонтан Кватро Кавали Кавали это лошадь Кватро это 4 4 лошади К сожалению, на этом видео заканчивается Так как больше я ничего не снимал Камеру разбил Но Вы много чего не потеряли Я уже сделал выпуск из Римени Можете посмотреть по ссылке в описании Мало чего изменилось в этом городе И Я очень надеюсь, что вы поставите лайк Если вам это видео понравилось Подпишитесь на канал Ну и нажимайте колокольчик Ну и в конце Показываю кадры, как я купался В Риме Все А это все И сейчас мы с голомат Куршкунче Хай